Первыми из Казахстана выйдут армяне, Кузнецов. Вчера президент России Владимир Путин сказал, что миротворцы ОДКБ останутся в Казахстане до тех пор, пока ситуация в стране не нормализуется полностью. А уже сегодня президент Такаев говорит о том, что в течение двух дней начнется вывод миротворцев из страны. В чем заключаются причины такой спешки и как можно в целом расценить работу миссии ОДКБ в Казахстане, учитывая их первый аналогичный опыт. На эти и другие вопросы корреспондента Аксар. Эйзи отвечает российский историк, военный эксперт Олег Кузнецов. Все будет зависеть от того, что на самом деле представляли собой беспорядки в Казахстане, о чем достоверно знают только там. В средствах массовой информации и социальных сетях на этот счет присутствует великое множество версий, большинство из которых, умышленно вброшенные в геополитических или макроэкономических целях, и за всем этим многообразием мнений реальной картины ситуации в Казахстане не видно. А фактического материала из этой страны нет, и я не могу даже определенно сказать, контролирует ли президент Такаев реально ситуацию в стране, или этим занимаются другие параллельные силы вплоть до военнослужащих ОДКБ. Если позиции президента Такаева действительно настолько сильны, как он сам это утверждает, в чем лично я сильно сомневаюсь, то вывод миротворцев ОДКБ из Казахстана вполне может начаться уже через несколько дней. Но все мы прекрасно понимаем, что он будет осуществляться поэтапно, причем первые шаги будут формальными, чисто для проформы. Особо сильным раздражающим фактором для местного населения и внешних союзников Казахстана является присутствие в составе миротворческого контингента роты армянских военнослужащих, которая сама по себе никакого оперативного значения в общем составе миротворческого контингента не представляет и которую вполне могут отправить на родину от греха подальше, представив это на публику как первый шаг вывода всех военнослужащих ОДКБ из страны. А в реальном остатке получится, что и Такаев не соврал, и миротворцы остались до момента окончательной стабилизации ситуации в стране, как об этом заявил президент Путин, подчеркнул эксперт. По его словам, через месяц можно будет вывести из Казахстана военнослужащих Таджикистана, и не всех сразу, а сначала одну роту, а через пару недель или месяц, другую, а все это время основной подчисленности российско-белорусский контингент будет продолжать выполнение служебно-будрости боевых задач. И все это будет интерпретироваться как поэтапный вывод сил ОДКБ из страны. Если вы хотите услышать лично мою версию причин и содержания событий в Казахстане, то я никогда не поверю в то, что рост цен на бензин в сети заправок, разбросанных по степи, мог спровоцировать массовый организованный протест со своими организаторами, координаторами и подстрекателями, которых прекрасно видно в толпе на видео. Все эти безобразия были бы невозможны без попустительства силовиков и спецслужб и без покровительства в окружении первого лица государства. Так было всегда и везде при свержении всех политических режимов в странах Восточной Европы и при всех цветных революциях в арабском мире. Лично я не верю во вмешательство в казахстанские события извне, все случившееся там, результат внутри политических коллизий и эксцессов. Поэтому я уверен, что войска ОДКБ из Казахстана будут выведены, но как скоро это случится, это будет напрямую зависеть от стабильности власти президента Такаева, отметил российский эксперт.